я всех приветствую на своем канале и сегодня у нас обзоры на месяц июль я хочу начать вот с такой бромелевый название я подпишу внизу в первый раз за номер на три года или четыре она у меня она у меня зацвела вот такая симпатичная я покупала когда ты ее с одной розеткой и в прошлом году она очень хорошо наросла посажена очень легко в такой как бы кокос половинка кокоса там земля она совершенно сухая потому что поливается на только дождем ну а я поливаю ее в воронки и вот такой симпатичный цветочек очень мне понравился на фоне на таком бордовом фоне просто потрясающее растение ну а здесь моя моя одна из телансе тоже зацвела очень маленькие розовые цветочки на таком красном стебельке как можно сказать название и к сожалению не знаю но вот такая симпатичная тоже расцвела у нас сегодня скорее будет обзор моей все террасы моих цветов потому что давно и не снимала ну и также я покажу свои орхидеи что у меня произошло нового в этот в этом месяце и расскажу немножко о моих новинках которые у меня появились bulbafilm fascinator очень хорошо показал себя в этом месяце было очень жарко просто парила у нас доходило до 35 градусов но ему это было нипочем он давал много новых ростов просто со всех сторон он попер что даже я немножко обрезала вот здесь от стороны потому что он очень большой и посадила на блок чтобы в дальнейшем наверное продать потому что он и реально вываливались эти бульбы вот этой деревяшки я не стала меня деревяшку на данный момент он у меня сидит просто деревяшкой я привязала немножко нашего мха по подложку я положила маха мог свагнум чтобы не совсем хорошо пересыхала пересыхала но я вижу что у него хорошо набирают новые бульбы посмотрим как он будет жить в моей сухости но пока мне все нравится я вам не буду показывать прямо все орхидеи я все-таки укорочу свое видео покажу только то что меня порадовало в этом месяце кто смотрит мои видео постоянно или мой подписчик все знают что мы пересаживали с вами вместе мою налину и вот за лето она очень хорошо наросла также у нее прижились многие суккуленты и кактусы маленькие кактусы которые вы подсаживали с вами вместе очень хорошо пошли и вот даже один и цветет но вот этот вот вот это растение она цветет постоянно как мне подсказал один подписчик я вынесу его на на свет чтобы можно было рассмотреть его цветок так издалека его даже не увидишь название подписчику внизу также покажу свой цикос он уже цветает вот такая колбаса у него выросла он цветет у меня наверное где-то раз в два года не помню в прошлом году он тело или нет но вот такая шиши шишинцы вырастает у нас очень даже прикольно также у меня произошли небольшие переостановки в моем саду если можно это так сказать я пересадила мой мандарин пришлось потому что мне нужен срочно был маленький горшок ну а мандарину нужна пересадка и вот у него зареют такие шикарные уже мандаринки и горшок мне кажется подошел ему в пору ну и продолжает цвести мой это аскацентр минатум просто потрясающий цветок его пытались тоже кто-то съесть там вот есть моменты если с ней слизня как бы сняла ну представляете слизень который доползает до 6 этажа не знаю это просто гигант слизень ну и здесь у меня еще талумния здесь у меня патинара растет на блоке моя маздвалия который тоже обзор недавно вызывали был и анцидиум варигатный очень хорошо нарос цветение я опять же не знаю его какое будет будем наблюдать все все вместе ну и цветет моя азалия вот она цветет уже где-то неделю начала она расцветать по стороне как бы северный такой да ну а потом будет цвести остальный куст обычно она так и делает просто она я ее обожаю в прошлом году на нее накинулись трипсы и несколько раз цветение было такое не очень здоровая то есть цветки были такие немножко уродливые но в этом году мы справились и она уже в такой хорошей форме и она совершенно красная то есть не розовая а красная из всех азалий она у меня единственная такая красная остальные меня малиновые и сейчас еще покажу кое-что первые цветы на моей невесте тоже азалии она вся потихонечку будет открываться но вот такие вот очень нежные очень красивые белые совершенно без всякой примеси очень красиво цветут не аффинити додробиума манелиформы вообще спросы очень хорошо развел разросся шикарный просто такой экземпляр его варигатность просто потрясает такая желтая но еще она у меня ни разу не цвел ну а того мне я решила запечатлеться вечером чтобы она более зловеще смотрелось потому что она у нее вот такие вот вардахи там мне кажется что это типа черепов или какая-то такая зловещая как мне сказали морда она очень красивая и вот ночью она смотрится черно-белый ну а сейчас это уже утро как мы видим она такая получается темно-бордовая и немножко желтого присутствует и вот эта такая губа у нее она прямо выпуклая посажена они на блок немножко свагнума ну и кора пробка вот это пришло в то же время то есть их пришло две вот это корона а это мочи могу я подпишу название внизу и вот это еще меня не цвела начинает зацветать природный саркохилос у него такие нежные розовые цветочки у него очень много цветоносов но распускаются они по одному цветочку я не знаю зацветут ли они все вместе потому что вот здесь вот есть бутончики вот здесь вот и этот сарко у меня поели улитки или какая-то гусеница я думаю что они съели серединку но нет серединка жива вот лист уже лезет лептотис отцвел цвел недолго я бы сказала недели три и сразу пустился в новый рост у него образовалось очень много псевдобульт не знаю как он вообще цветет раз в год или нет это первый год у меня он зацвел ну и другие тоже мои орхидеи сейчас наращивает свою массу зацвел дендробиум дендробиум катберсона раскрылся его большой такой цветок в начале он был совсем не яркий такой а сейчас вот стал очень яркий для набрался цвет также у него есть еще один бутончик и об уходе за ним я сделаю отдельное видео я расскажу пока у нас только два бутончика посмотрим в дальнейшем он у меня будет свистеть не могу ничего сказать вот про этот гибрид это катберсона и еще один дендер цветочки у него такие незаурядные я не знаю это у него таким в норме цветы или какой-то уродец у меня уродился в общем непонятно что такое также продолжает цвести у нас гастрохиллос видовая орхидея у нее такие микро цветочки даже я любительницами лесгии считаю что очень они мелкие но растение совершенно неприхотливое и распустилась у меня вот такая галации цветок совершенно правильной форме как мы видим заострение на трех сторонах как бы треугольником и вот эти две два лепестка имеет такую круглую форму то есть это абсолютно правильный цветок губа имеет более темный такую окраску но так как у меня преобладание этого цвета в коллекции я конечно наверное к сожалению буду искать новых хозяев для этой малышки она великолепна и красиво по своим состоянии конечно листвы и листьев они просто и шикарный ну и название ее покупалась она как синяя но оказалось она опять сиреневая ну если мы начали сиреневого мы продолжим опять же сиреневым распускается мой дендробиум химики о нем также я сниму отдельное видео где он у меня находится 17 года сентября мы уже с вами его и пересаживали сейчас у него очень хорошая корневая наросла и вот распускаются его бутоны когда у него будет полный распуск я его обязательно засниму и расскажу об уходе ну и также я не могу не показать и не заснять моего красавца это мой давнишний фалинопсис который я недавно кстати обновляла пересаживала и вот он затем уже давно как бы в жару в самую вот такой двумя небольшими цветоносами цветочки конечно не совсем не очень крупные потому что видимо все таки пересадка была он и не совсем хорошо оброс еще корнями но зацвел как мы видим очень красиво это простой гибрид я не знаю его название конечно вот такие очень интересные цветочки когда я покупала он был коричневый такой красно-коричневый а сейчас вот изменился цвет особенно вот новые цветочки они смотрятся более светлые чем например те которые распустились первыми они более такие бордовые стороны а эти были светлые хотя стоит он на солнечной стороне не знаю почему но вот такой вот он ну и так же доцветает уже мой белый фалинопсис он уже начал рост у него свалились несколько его цветочков но еще он держится цветоносы просто огромные белые фалинопсисы это конечно нечто и новинка в моей коллекции это у нас кришна бразиль сейчас показать ее уже можно мы достаточно уже нарастили корневую пришла она конечно у меня не очень хорошее состояние но сбросив вот старые корни она стала наращивать новые и вот эти листья и и потрясающие листья они такие с блеском и вот имеют такие вот как бы полоски я очень рада что у меня я пополнила свою коллекцию очень давно как бы хотела этот цветок покупала я ее в группе даже не в группе а просто по интернету у девочки воли и вот посмотрим как адаптировалась он уже хорошо потому что у него отпал один лист водитель был лист ну и он пошел в рост я сначала думала что будут такие у него длинные листья но при моих моих лист вырос достаточно такой небольшой что мне это нравится ну а посадка это моя посадка в которой я наращиваю корни это такой стаканчик для меда у нас продается я делаю и там у меня кора мух и керамзит и вот это нравится очень растением полинопсисом особенно ну и мои мини блоки этот я уже показала вам да вот распускается у меня был бафин у него также будут еще еще один там цветонос но в этом году я думаю он хорошо процветет потому что у него очень много новых бульб мне очень нравится на него смотреть эти такие вот хорошенькие головки с язычками не все еще имеют свои язычки потому что они еще не до конца раскрылись но когда он висит на ветру он раскачивается и очень смешно смотрится такие мини морковки хараэлла выглядит очень потрепанной у нее также растут много других цветоносов но самые цветки если мы посмотрим видите все пооткусанные что же с ней случилось я вам сейчас покажу вот такой типчик прилетает к на ко мне на цветы и там шустрит по ним ну и заканчиваю я свое видео на вечно цветущих моих фаленопсисах и я вам желаю отличного продолжения лета побольше солнца побольше ваших цветочков красивых чтобы вас только радовали и увидимся уже в августе в новых видео пока пока